Какие еще можно провести прямо сейчас эксперимент, чтобы посмотреть, что бы еще можно? Окно, на самом деле, надо проверить. Здесь вот, как я делаю, но окно не должно, не должно не дрызть. То есть, просто туда можно, можно огнем. Для того, чтобы купить квартиру, надо сначала проверить, кто застройщик. Какая компания, есть ли у нее лицензия. Вот что сегодня фракция покажет. Мы категорически не согласны даже с самим названием, потому что глава государства дал задание сделать градостроительный кодекс, а это совсем другой документ. Радует, что в состав правительства вошли два представителя парламента. С вами Александра Беглова. Здравствуйте. Сказать, что уходящая неделя была насыщена, это практически ничего не сказать. В понедельник стало известно, что правительство ушло в отставку. Кстати, прошение об отставке подал сам, теперь уже бывший премьер-министр Алихан Смаилов. Уже во вторник был согласован новый премьер-министр. Им стал Олжас Бегтенов. Личность неординарная. До премьерства возглавлял администрацию президента, а еще раньше – антикоррупционное ведомство. Может, теперь ситуация с коррупцией в стране поменяется? Но, к слову, не все в Мажелисе поддержали кандидатуру нового премьера. Две партийные фракции воздержались, в том числе и Народной партии Казахстана. Это позиция, которую мы обсудили на фракции и пришли к общему мнению, что нам нужно воздержаться по кандидатуре, предложенной нашими коллегами. Это связано с тем, что, как я заявил, выступая на пленарном заседании, пока мы не увидим решительных действий нового премьер-министра, наша позиция будет такая, что мы не будем поддерживать кандидатуру. Это связано в том числе и с прошлым составом правительства, когда премьер-министра назначали, мы тоже высказали сомнения, что они смогут справиться с теми задачами, которые глава государства перед ними поставил. Как показало время, мы были правы. Правительство не смогло справиться, по сути, провалило всю работу. На самом деле произошли достаточно серьезные изменения. С точки зрения, новый премьер-министр – это не из состава правительства, то есть это человек, который работал в антикоррупционной сфере. Тем не менее, мы при голосовании за утверждение кандидатуры премьер-министра воздержались, дабы дать сигнал, что новому премьер-министру необходимо все равно работать, иметь в виду, что его поддержали не единогласно, чтобы он держал руку на пульсе, потому что впереди предстоит много работы, которые поставил глава государства, в частности, улучшение экономической составляющей, развитие реального сектора экономики, в том числе агропромышленного комплекса. А к вечеру вторника, после утверждения премьеры, уже были назначены все министры. Вот так теперь выглядит обновленный состав правительства. К слову, изменения в составе произошли небольшие, но очень значительные. Поменялись всего четыре министра, но зато какие! Новым главой Министерства национальной экономики, а заодно и заместителем премьер-министра стал Нурлан Байбазаров. До нового назначения он руководил национальным холдингом Байтирек. Министерство здравоохранения возглавило Акмарал Альназарова. Ранее она была депутатом Сената, но врачебный опыт у нее имеется. В Казларде она работала и врачом, и руководителем медколледжа, а потом и управление здравоохранения области. А вот новым министром финансов стал Мадита Киев. Он тоже был депутатом, но уже нижней палаты парламента. До Мажелиса он большую часть своей карьеры провел в налоговых органах. Министром по чрезвычайным ситуациям назначен Чингис Аринов. Последний год он занимал должность начальника службы охраны президента. Вот такой квартет новопришедших министров. Судя по всему, президент возлагает на них большие надежды. Все четыре поста очень ответственные. Но про премьер-министра я вообще молчу. Представляете, и это только начало недели. Радует, что в состав правительства вошли два представителя парламента. Это представители комитета бюджета и финансов Мадита Киев. И изменения министра здравоохранения тоже. На самом деле, давно назревал этот вопрос. Потому что при каждой встрече с населением, жители страны говорили о том, что необходимо менять министра здравоохранения. Очень много вопросов к системе здравоохранения, к обязательному социально-министрскому страхованию. Поэтому здесь мы надеемся, что будет перемена в лучшую сторону с точки зрения обеспечения качественного услуг здравоохранения для населения. Экономический курс справедливого Казахстана. Глава государства объявил о новой экономической модели. Практически там он преднедельно понятно, что в каком порядке и какие механизмы надо применить, чтобы совершить этот экономический рывок. Мы ждем от нового правительства, от нового премьер-министра, что они будут четко следовать тем ориентирам, которые глава государства дал в своем послании. От этого зависит, насколько мы продвинемся в экономическом развитии и насколько повысится благополучие наших граждан. Для нас это важно. Уже в среду прошло расширенное заседание нового состава правительства с участием президента, на котором глава государства дал четкие направления в работе. Между прочим, я была очень удивлена, когда увидела, что основными темами, о которых говорил президент, стали налоги, государственно-частное партнерство и строительный кодекс. В настоящее время разрабатывается новый налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступления в бюджет. Между тем, у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок. Повышение НДС с 12 до 16% – это не панацея. В реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность. Реформа системы государственных закупок, государственно-частного партнерства, регулирование строительной отрасли – это важные вопросы. Данное направление должно органично дополнить реформы в сфере привлечения инвестиций. Самое интересное, что именно по этим темам за последние три недели фракция НПК в Мажелесе парламента проводила экспертные встречи. И все выводы, к которым приходили на встречах и видения фракции НПК, абсолютно совпадают с тем, что говорил президент. Это радует. Значит, как говорится, правильной дорогой идете, товарищи. А если хотите в этом убедиться, можете посмотреть наши прошлые выпуски. По строительному же кодексу экспертная встреча прошла не далее, как в минувший понедельник. И на ней экспертное сообщество поднимало очень важные темы. Но, чтобы разобраться в некоторых нюансах, на практике я решила съездить на строящиеся объекты, а заодно и поделиться интересной и нужной информацией. Сегодня мы решили рассказать, а главное, показать, как выбрать квартиру или дом для покупки или аренды. На что нужно обратить внимание, чтобы не было обидно за кровно заработанные деньги. И так как я не сильна в строительстве и во всем, что с этим связано, мы пригласили двух экспертов в этой области. Это Рустам Исаев и Олег Ким. Итак, о чем прежде всего должен знать человек, когда собирается приобретать квартиру? Для того, чтобы купить квартиру, надо сначала проверить, кто застройщик. Какая компания, есть ли у нее лицензия. Обычно даже в отделах продаж компания не вешает свои документы, разрешение на строительство и еще что-нибудь. То есть более технические. Второй вопрос. Продавать у нас в стадии строительства можно только, если есть разрешение местного исполнительного органа или же есть гарантия Казахстанской жилищной компании. То есть если этого нет, то другие договора, как договора бронирования, договора инвестирования, это ненадежные поставщики. И если дом будет недостроен, то деньги могут пропасть. На что должен человек обратить внимание при выборе покупки дома, просто вот посмотрев на него снаружи? Ну, давайте так. Посмотрев снаружи, он может только эстетически оценить. Потому что вообще-то все, что касается характеристик дома, это на ответственности проектировщиков и строителей. Если только нету таких явных нарушений, как, например, трещина в стене, в фундаменте, если таких вещей нету, то человек, он не определит. Но может качество фундамента на глаз и сложно определить, но кое к чему присмотреться все же стоит. Например, из какого материала построен дом? Из всех материалов, используемых сегодня в строительстве, монолит является самым долговечным. Нормативный срок его службы – 150 лет. Впрочем, как и кирпичных домов. Для сравнения, у панельных домов 70 лет. Дома, в которых мы побывали, они каркасные, их срок службы – 60 лет. Напомню, что это нормативные сроки, и все будет зависеть непосредственно от качества строительства и ответственности застройщика. Для всех домов очень важно тепло. Тепло – это важно, то, чего сразу не заметишь. Очень важна вентиляция. Очень важно правильно сделанные фасады, правильно утепленный фасад. Если фасад будет утеплен не тем материалом или неправильно, то дом, даже будучи теплым в течение первого года, через какое-то время он отсыреет, и потом в доме будет холодно. То есть нюансов очень-очень много. Но за всем этим должны следить специальные службы, технический, авторский надзор. Слышали ли вы о недобросовестных застройщиках? Много ли у нас сотых по Казахстану? Мы сделали обзор по многим городам, сделали даже как тайный покупатель отдельные ребята, заходили в офисы строительных компаний, спрашивали, есть ли у вас разрешение на строительство, какие у вас есть документы. И мы пришли к выводу, что в Казахстане приблизительно 65% рынка не соответствует закону о долевом участии в жилищном строительстве. Из недобросовестных застройщиков, это, конечно, в основном, это Астана и Алматы, где много строят. И здесь акиматы сами вывешивают у себя на сайте список таких застройщиков. Можно все узнать, да, получается? Можно все узнать. У некоторых даже нету проектно-сметной документации, даже такое было. Как изменится ситуация при введении строительного кодекса? Здесь подходов несколько. Мы до этого очень много времени уделили разработке стандартов комплексной застройки. То есть вообще любое строительство – это вообще желание сделать город или городскую среду такой дружественной для человека, удобной для человека. То есть не сам построить дом, а важно жить в этом городе. И поэтому вот эти стандарты, они, наверное, будут главным таким стержнем от нового градостроительного кодекса. То есть всегда нужно говорить о том, что люди, строительная компания, государство и жители должны между собой найти консенсус. То есть вот этот консенсус правильно надо обсуждать еще на стадии генпланирования, на стадии проектирования. Какие вообще основные новшества должны быть в строительном кодексе введены? Ну, я знаю о некоторых болях строительных компаниях или частных предпринимателей, инвесторов, которые говорят, что очень часто меняется генплан, очень часто меняется план детальной планировки. То есть и до начала строительства начинает меняться. То есть если протестовали жители, говорят, здесь должна была быть школа, здесь должен был спортивный комплекс, но при том пришел какой-то инвестор, ему было выгодно заработать деньги. И он поменял план детальной планировки, и на это Акимат закрывает глаза. То есть чтобы этого не было, есть определенные механизмы, которые надо внедрить в градостроительный кодекс. Все начинается именно с этого. Давайте пройдем вовнутрь, посмотрим, что же у нас здесь. Олег, скажите, пожалуйста, с введением строительного кодекса станет ли в Казахстане жилье более качественное? Ну, мы должны себе постараться, чтобы на самом деле кодекс был таков, чтобы по нему на самом деле жилье стало более качественным. То есть это цель, это задача такая. Я верю, что и надеюсь, что так оно и будет. А застройщикам после введения кодекса станет легче или наоборот сложнее? Или это отразится только на тех, кто откровенно плохо строил? Нет, на тех, кто плохо строит, они вообще, наверное, на стрынку идут, я так думаю. И, наверное, на каком-то этапе станет сложнее, но это та сложность, которую мы должны пережить. То есть это подтянет всех, и на самом деле после этого качество строительства должно улучшиться. На что обратить внимание? Вот если бы здесь были голые стены, представим, что можно было бы посмотреть, чтобы я поняла, что это качественно или наоборот, это не соответствует качеству и брать не стоит эту квартиру? В любом случае приведите с собой человека, который возьмет лазерный уровень и померит все углы. Все, это будет ясно. То есть геометрия стены есть, стены ровные или неровные? Это уже показатель. То есть если стена будет, ну, грубо говоря, кривая, то уже и вся застройка уже будет некачественная? Ну, есть же нормы отклонения, да? То есть она может быть кривая в пределах какой-то нормы. Какие еще можно провести прямо сейчас эксперимент, чтобы посмотреть, что бы еще можно? То есть окна, на самом деле, надо проверить. То есть здесь окна не заделана, но окна не должно не дрызть. То есть просто туда, там, можно огнем, и вот, неровные деревья. Оно здесь не заделанное. То есть когда она заделана, то есть вообще идеально пламя не должно повыкаться, оно должно стоять. Это самые простые метарные элементы. А бывает ли такое, что уже вот при сдаче квартир, домов, что они вот изначально могут задувать? Это плохо. Это неправильно. Так не должно быть, конечно. Также, выбирая квартиру в новостройке, нужно посмотреть на то, чтобы поверхность стен была ровной, без вкраплений оголенной арматуры. Пол также должен быть ровным. Это проверяется с помощью лазерного или обычного уровня, или с помощью обычной рейки. Следует обратить внимание на перекрытие, на возможное наличие трещин в углах и возле оконных проемов. В квартире с отделкой нужно убедиться, что обои наклеены аккуратно, ламинат и плитка выложены ровно. Для того, чтобы понять, работает ли вытяжка, нужно закрыть входную дверь, открыть одно окно и приложить к вытяжке лист бумаги. Если работает, листок притянется к вытяжке. Если бумага упадет, то есть проблемы. По вашему мнению, в нынешнем строительном кодексе, который сейчас создали, учли все моменты, или вы бы еще что-нибудь добавили? Здесь обязательно надо добавить вопрос социальной инфраструктуры. Сейчас мы видим, мы находимся в поселке, здесь есть садик, строится школа, например, в той части. Там спортивный комплекс находится. Но это сделано для того, чтобы людям было все-таки комфортно жить в этом населенном пункте. И для того, чтобы не было строительства без школ, не было строительства без садиков, без инфраструктуры, нужно сделать планирование. Для этого придумали, в других странах называется мастер-планы, у нас называется ген-планы. Но чем отличается? Когда мы строим ген-планы, это вид сверху просто. Говорит, вот я хочу видеть вот так вот, это взгляд с высоты. Но расчетов таких вот детальных, как транспортного каркаса, как вот теплых остановок, как удобно, чтобы было. И сколько жителей будет жить, например, для того, чтобы в будущем они не столкнулись с каким-то дефицитом технических коммуникаций, тепла, электричества, газа или социальных объектов. Это надо будет расчет и все это делать. Но как вы поняли, посмотреть на строительство я ездила не случайно. И тему о строительном или градостроительном кодексе тоже затронула неспроста. В начале я уже говорила, что в понедельник депутаты НПК организовали экспертную встречу по этому вопросу. И участники просто в пух и прах разнесли представленный документ в том виде, в котором он есть. Следует отметить, что глава государства получила разработать уполномоченному органу градостроительный кодекс. Вместо него уполномоченный орган разработал проект строительного кодекса. Обоснования по изменению на ее номинование общества, экспертному сообществу и Национальной палате предпринимателей творческим союзом не были представлены. Представленный проект нормативного правового акта не соответствует норме закона. Об этом же говорил и Рустам Исаев, когда мы были на строительных объектах. Да и практически все экспертное сообщество на встрече было такого же мнения. Мы категорически не согласны даже с самим названием, потому что глава государства дал задание сделать градостроительный кодекс, а это совсем другой документ. Строительство это небольшая часть того, что включает в себя строительный процесс. Строительный процесс начинается на стадии идеи, как только пришла девелоперу в голову какая-то мысль построить что-либо. Это не важно, жилое, нежилое здание, социальный объект, парк, без разницы. Вот тут как раз вся эта деятельность должна регулироваться градостроительным кодексом, то есть документом, который регулирует плановую разумную застройку населенных пунктов. И то, что фракция НПК подняла этот вопрос и вынесла на обсуждение экспертного сообщества всех уровней, было очень своевременным решением. А то, что вот сейчас мы обсуждаем на такой хорошей площадке, мажелис, депутаты нас слушают и слышат, это прям не может не радовать. Потому что может быть в конце концов действительно появится тот документ, он должен появиться и он появится, ну не сегодня, не завтра. В конце концов, да, может быть не в те сроки, которые глава государства поручил. Но лучше уже признаться, что мы не успеваем и попросить о переносе сроков на какое-то более позднее время, но за то, чтобы получился документ, который нужен всем. А всем это кому? Это нам, как гражданам, как потребителям, это бизнесу, это государству, как регулирующему органу. В среду и сам глава государства Касым Жомар Тукаев отметил, что поручил разработать именно градостроительный кодекс. И отметил, что ему поступило множество жалоб о том, что существующий проект не отвечает поставленной задаче. Поэтому проект нужно основательно доработать, что еще раз подтвердило правильность направления работы фракции Народной партии. А вы что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, мне очень хочется знать именно ваше мнение. А также не забудьте подписаться и поставить лайк, это очень важно для нас. За сегодняшний образ благодарю Венеру Копееву и ее студию Венера Коллекшн. С вами была Александра Беглова, берегите себя, увидимся через неделю.